Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печев. Перед посмотрим, поставьте лайк, комментарии, ставьте лайк, ставьте лайк, чтобы для вас видео. Чудо мухоморов расплодилось, просто ужас. Сегодня поднимем тему, как действует клип от Элиситахара, как говорится, порчи. На кого как, да? Это такой свинарник, что просто ужас. Даже в парке или в лесу, просто какая экология, вот тут мне рассказываете сказки. Говно на говне, как говорится, дерьмо на тюрьму, пакеты, и все, раскидано. Вот. Как же это действует, как это отражается на человеке? Обычно некоторые воспринимают это как какую-то фантазию, бред, как и кайновский культ тоже воспринимают, как это секта сатанистов, некромагов, да? Но действие реально опасно, реально жестко бывает. Как оно происходит? В принципе, тут зависит от какого демона, демона бога, потому что в клипах они все демоны, по сути, как боги, если вы демонолатрию, допустим, практикуете, да? Или как там, выполняете ритуалы, то она, конечно же, нарабатывает человек связь, какой он там маг или кто он там демонолог. Это все делает, смотря какие у него там уровни, естественно. Ну, если хороший уровень, то, по сути, это действует очень быстро. Причем это может проявляться или в драках, смотря какой демон, если там, допустим, демон, визжающий за скандалы, то человек, конечно же, в скандалах умрет. Или просто будет драться, постоянно его будут бить, все ненавидеть, нападать, и таким образом он коней двинет. Если это больше всего, допустим, балцемод, балцелмод, то есть это то же самое объединение кайной калманы, это может быть или из-за любви, или из-за секс-возбуждений проблемы начинаются, или именно связанные, так сказать, с некромагией, да? То есть проблемы по некро, то есть это проблемы с позвоночником, проблемы с костями. Человек просто тупо начинает иногда резко задыхаться, то есть, допустим, что-то с дыханием связано, и все. Допустим, качок какой-нибудь, как был случай, когда у нас здесь в Свердловской области на такого воздействовали, но ради прикола, это целая шайка-лейка. Некромагов делала, они, в принципе, через балцелмод, но они делали все, то есть долго налаживали связь, там очень-очень все, не так просто захотели и пошли. Не, ни хрена не работает так. Вот, то есть сигилы все соблюдали, молитвы, как говорится, определенные ритуальные, так сказать, призыв. Все поднесли, все принесли, не первый раз это делалось, и человек просто такой качок, так сказать, нападал на них, просто пытался и угрожал их грохнуть. Но они решили его припугнуть и что-то перестарались. Человек просто поднял штангу. Сначала он вроде бы подтянулся, говорили, а потом он штангу поднял, и ему нахрен придавило горло, и просто башка, ну ладно, отпала, в общем, не буду показывать на себя. Передавил, и, как говорится, в морге она вроде бы отпала, а так она висела, болталась, то есть он себе полностью передавил все нахрен. То есть вот такая игрулька, конечно же, они там еще болтселмоту пообещали что-то, о, мы тебе еще дадим. Вот, есть также, когда через бельфигура, то есть клипатического, да, воздействует, то там более жестче, там человека соблазняют деньгами сначала. Беспорядочные половые связи, начинаются эксперименты все какие-то сексуальные, чуть не БДСМ. То есть человек просто по пути идет, думает, что ему фартит, у него так все классно, так все классно, куча детей у него плодится обычно, некоторые дети помирают, конечно же. То есть вообще беспорядочные связи, куча женщин как-то обладотворенных, то есть очень странная такая порча воздействия, честно. Что-то я, естественно, не доскажу. Вот, человек постепенно начинает спиваться от богатства, от денег, он много чего не замечает вокруг себя, его просто прет. Вот, то есть он думает, ой, все, я тут уже чуть не, можно и президентом стать завтра, называется, да, от таких денег. Но потом происходит кое-что незапланированное, то есть вылезают какие-то опухоли резко. Резко опухоли, причем человек может даже вам в лицо говорить, ой, да ты идиот, ты дебил, ни хрена не действует, я вообще такой фартовый и так далее. И человека опухоль просто тупо начинает мучить. Она может чаще появляться в том месте, где человек не заметит и врач не заметит. Хоть какой там квалификации бы не был. То есть он скажет это, ой, да знаете, это не такая опухоль важная, не страшная и так далее. А потом она просто резко начинает расти из-за того, что человек потаскал себя по блядям, по-русски сказать, по порядочным тоже связям, каким-то там секс-желанием всяким, извращенным своим фантазиям. И человека просто сносит, называется. То есть вот это все, что накопилось в организме, оно начинается концентрироваться в определенном месте. Иногда это может быть вообще как грыжа, которая просто тупо взрывается, называется. То есть начинается активный-активный ее рост. То есть всегда какие-то воспалительные процессы не контролируют. Это может быть хоть печень опухшая, как говорится, и жидкость начинает, знаем этот диагноз, да, поступать в организм, и у человека начинаются проблемы. Вот, то есть тут зависит индивидуально от каждого демона определенного, да, богоподобного. Вот, в культе Ситарха или Клипот. То есть тут нужно очень осторожно этим делать. Допустим, насколько я помню, то есть был целомод самый такой жесткий, кто их долбит, врагов всех и вся. Но тут нужно понимать причину. А то потом я не говорю, что откат будет. Не будет откатого никакого. Но если вы по ошибке неправильно делаете, по своему скудоумию и вообще не знаете, с кем вы имеете дело, то чаще вы себя просто укатаете, а не какого-то врага, понимаете. Это нужно знать защиты, может покровитель у врага какой-то сильный. Это не значит, что на словах какая-то ведьма или какая-то шалава страса сказала, что она великая ведьма. И так и есть. Нет. Укатают и ее, еще не напрягаясь. Через лилит порчи тоже, вот, допустим, делают. Это чаще полный обляд, с вопросом сказать. То есть девку начинается бесплодие, как у мужчины, как у женщины. То есть вообще полностью дети мертвые, дохлые, выкидыши, кровотечение мужское тоже, какие-то гонореи мужские, там, вплоть до спи, до всякой фигни. Тоже тянет на всякое блядство, всякие мысли, трахаться готовы, с кем попало и где попало. И вообще, кстати, несмотря кто там партнер, да. То есть это тоже иногда человека изнашивает. Вот. Плюс есть проблемы то, что люди чаще топятся. То есть все, что связано с лилит, это, естественно, водная стихия. Тоже как бы Сатурн или иногда Меркурий. Но чаще это Сатурн именно водный. То есть когда человека просто тянет утопиться, человека тянет вскрыть вены, в ванной и так далее. То есть вот такие навязчивые идеи появляются. Это как бы есть, да. Ну вот эти, допустим, есть и воинствующие какое-то там божество. Вот, допустим, Астарод, да. То есть это все тоже связано с трухлятиной, с гниением. Чаще это связано очень интересно. То есть там немного такие бывают грани. Что все врачи мира вам скажут, что вы ничем не болеете 100%, а человек просто гниет на глазах. То есть некроз начинается. Вот. То есть полностью распад у человека. Мне еще интересно, вот как Вильзевул воздействует. Это очень странно. Первые признаки это вокруг вас осень, допустим. А вокруг вас мошки. Мошки, мухи, какие-то жуки, мотыльки. То есть они активируются буквально. Как будто вы разводите их возле себя. И потом человек такой думает, а что это происходит вообще? А оказывается, что эти мошки, вот эти мухи созданы для того, чтобы отклазить личинок. То есть они паразитов переносят. И Вильзевул потом начинает именно воздействие, порчи или проклятий каких-то идет. Или клипа, древа, да? Более к смерти, так сказать, можно даже сказать, кайнического. То его задача как раз вас отложить личинок каких-нибудь. То есть какие-нибудь личинки, черви, глисты там, допустим, да? Какие-нибудь аскориды в печени. То есть его цель именно вокруг вас просто окружить. Особенно он любит склонять крыс к объеданию человека. Или собак, чтобы вас подъели. Или, допустим, вы набухались, уснули, и внезапно ваша собака голодала и начала вас жрать почему-то. Обгладывать ваши ушки. Свиньи могут там, допустим, упали вы по пьянке в свинарник. И свинья вас начала подъедать. И все ваши мягкие места, вплоть до гениталий, все поджрут. То есть, понимаете, нужно понимать. Ну, сатаниэль, понятно, из ситратра или культа, то есть сатана, там более очень интересно. То есть там более бывают масштабные такие действия, и они чаще с какими-то, типа, на землетрясение что-то похоже бывают, да? То есть человек просто пошел, провалился где-то в яму или в люк. То есть какие-то провалы, вот, бывает. Блин, у тебя кошмар, пылища летает. И человек думает, что ой, это несчастный случай. А потом начинаются проблемы, потом, как говорится, или с костями, где-то воспалены тоже процессы какие-то, удаления, еще что-то. Ну, если демон, отвечающий, там, допустим, смотри, еще что-то, да, за войны всякие там и так далее, то это уже понятно, куда человека затянет. То есть его просто тупо ментовки будут, правоохранительные органы таскать, по тюрмам человек будет таскаться, и там его могут просто порешить. Или какие-то войнушки его затянет, да, бесконечные. Причем как козел отпущения будет до последнего, пока по кусочку на тот свет себя не отправит. То есть тут чисто индивидуально, вот. Ну, я так вкратце объяснил. Ну что, всем удачи, успех, с вами был Аликсамчу, ставьте лайком, ставьте удачи. Ну, конечно же, пропустил Молох, а забыл сказать, сейчас скажу. Вот. Молох, это вообще существо еще то. То есть, по сути, он позитивный. Ничего такого плохого у него нет. Только смотря какой он. Есть, как говорится, вавилонский Молох. Это более просто, как солнечное божество, ничего такого. Но это ситрахра или клипат, вот. То это, конечно же, любые взрывы, любая радиация, любое отравление. То есть, пошли просто тупо где-то возле газового баллона вас хренануло, и вы сгорели, называется, да. То есть, хотя многие из клипат огню отвечают, как и Бельфигор, допустим, тоже, да. Но это может накрыть очень интересно. Почему? Потому что иногда это может быть кислота. То есть, кислотой хренанул вас кто-то в лицо, да, допустим, уксусной или какой-то еще муравиной. То есть, какие-то отравления могут быть кислотные, быть, да. То есть, все, что связано с кислотой, разъеданием, ожоги, огонь. То есть, это страшнее немножко. Почему? Потому что, когда ты это наблюдаешь, ты потом думаешь, предполагаю, может, я зря сделал. Может, я как-то перестарался, смотря на эту жертву в больнице. Когда она просит извинения. Ну, как сказать. Потом уже понимаешь, что это человек неисправим. Даже если его хренануло уже кислотой или на работе где-то, да, случайно, Чан выльел на себя кипятка или что-то раскаленного. Это интереснее, конечно же. Ну что ж, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok